я вас приветствую много уважаемые подписчики моего канала а также те кто случайно вот нечаянно забрел сюда вы многое приобрели здесь мы разоблачаем луафу сра лунную аферу соединенных республик Америки и сегодня вот такая вот подборка вначале немного о немцах в лунной программе Америки и вообще в космической мы знаем что Вернер фон Браун бывший эсэсовец это он создавал ракеты в Соединенных Штатах а также более 1500 вывезенных из Германии ракетчиков ну и такой менее известный Гюнтер Вент про него и разговор а далее косяки 100 штук в фильме Аполлон 13 поехали есть люди которых много больше убеждает наглядное раскрытие техники фокуса вот одноготный как там в картах или как из рукава появляется голубь нежели доказательство невозможности таких действий в реальности то есть вот в реале это невозможно это фокус ну вот людям подавай технику технику людям подавай раскрывай верующие говорят а вдруг Кио да все может или Копперфильд о летал по-настоящему ну как фраза Владимира Ильича Ульянова Ленина о том что важнейшим из искусств для нас сейчас является кино и цирк нет лена и вот такой циркач кукловод фокусник немец Гюнтер Венг он отправлял всех якобы летавших на дне Меркурия Джемини ну и Аполлона астронотов и один из американских астронотов Джон Глен вроде как дал ему прозвище этому ленту фюрер стартовой площадки фюрер значит Гюнтер был строг как все бывшие эсэсовцы и о нем говорили так лучший способ с ним поладить слушаться его и вот афера продолжается или вернее начинается Джемини все видели как они шли к ракете и как ракета улетала но вся программа Джемини подделка и имитация хороший пример если фальшивость купюры доказана то не столь важно все ли подделки вскрыты главное чтобы была одна знаете есть история про Наполеона когда там какую-то битву проиграли к нему пришел генерал главный сказал у нас было десять причин вот первое не подвезли порох Наполеон сказал остальные не говори я утверждаю что любая подделка доказывает подделку и всей системы этой Джемини никуда они вокруг земли не летали и вот опять мы возвращаемся к гюнтеру венту фюреру стартовой площадки его тайная жизнь вот знаете ли вы кто закрывал за астронотами американскими дверь люк это там последний на советских кораблях восток восход союз операция это чисто техническая и люди которые там закрывали двери то выпускали из лифта закрывали открывали это все разные люди это просто опытные техники инженеры но достоверно известно и это не фокус кио что все люки за астронотами джемини меркуриев аполлонов верни так меркуриев джемини аполлонов закрывал один человек всегда вот они суеверные тип американцы это как раз и был руководитель стартовой площадки фюрер гюнтер венте бент в сорок девятом году перебрался в сша тогда уже была фрг 55 получил гражданство он не работал конкретно у фон брауна в ракетной так сказать части а в других фирмах хоть и работал в нас а работал в компаниях макдоналд аэркрафт и в норд-американ авиашн и повторюсь для членов экипажа он был последним которого они видели перед полетом якобы полетом провожал он всех до 1975 года никто не имел права ничего трогать без его разрешения какой-то инженер это уже известная байка проявил инициативу что-то там поправить подсказать вент выгнал его с площадки вызвал охрану охранник сказал хочешь этим на тебя наручники одену или слушай значит нашего фюрера гюнтера и это при всей то открытости как нас уверяют и насовцы и хили нас а тут местные то обидно на русском языке работая в компании макдоналд аэркрафт корпорейшн по программе меркурий и джемини гюнтер успешно имитировал пилотированные полеты он провожал астронатов до дверей их пепелаться он их выпускал потом но аполлон то создавала норд-американ рокуэлл а значит и закрывать люк первого якобы орбитального аполлона должны были ее люди и что же гюнтер стал безработным никак нет руководство нас решила что лучше перевести гюнтера на работу из одной компании в другую и вроде как в той компании куда гюнтер это перевели были люди более плотно знакомые с аполлоном которые строили его которые бы вот и должны были так сказать проводить людей астронатов то в аполлон но нет гюнтер вент остался фюрером стартовой площадки всех аполлонов я уже говорил до 75 года включая программы и sky lab и союз аполлон вот в шаттлы крышки он уже не закрывал и вышел на пенсию восемьдесят девятом году только практически это означало что суеверные астроноты и столь же суеверные на саранцы той массовцы не желали чтоб люк закрывал кто-то другой конечно если аполлоны и джемини и меркурии летали просто в океан то кому можно доверить закрытие люка потом открытие выпускание их обратно кроме как одного человека который висит на крепком крючке эсэсовского прошлого из этого можем сделать еще один вывод крайне малое число людей посвященных фальсификацию полетов меркуриев джемини аполлонов можно еще таких мастодонтов назвать это роберт дюрет руководитель всех дошатловских программ ну и вернер фон браун тоже в прошлом эсэсовец еще артур рудольф или рудольф руководитель производства ракет у фон брауна а также джордж мюллер руководитель наса по космическим пилотируемым полетам возможно в курсе был и директор полетов джим кранс впоследствии он занимался поисками пропавшие телеметрии аполлонов гюнтер вент скончался в 2010 году в возрасте 85 лет обращает внимание что вент рано ушел на пенсию 64 года и тогда начались полеты шаттлов которые люки уже закрывал кто угодно это были натуральные настоящие полеты и наса было выгоднее с почетом отставить этого господина чтобы он в кругу друзей за рюмкой чая не проболтался случайно и вот немного технологии фальсификатов куда прятали астронавтов и все видели что они сели в ракету а ракета полетела просто опустить на лифте посадить в автобус и увезти было невозможно все-таки стартовая башня и весь стартовый комплекс очень хорошо просматривается и последние даже часы перед стартом там никого нет и быть не должно на стартовых комплексах и аполлона в частности под стартовым столом непосредственной близости от него было хорошо защищенное убежище на несколько человек сам гюнтер вент в книге неразрывная связь времен так описывает это помещение так как взрыв сатурна 5 можно было сравнить со взрывом небольшой атомной бомбы самого начала защита персонала его эвакуация была первостепенной заботы инженеры разработали новую систему эвакуации на основе и вот главное нашей старой системы то есть системы которая использовалась в программах меркурий и джеми новой системе была небольшая гондола рассчитанная на 9 человек 9 человек это экипаж и моя команда из шести человек под стартовой площадкой была построена защищенная комната с полом на пружинах она могла вмещать 20 человек в течение трех дней и пережить взрыв сатурна 5 чрезвычайной ситуации пишет вент мы могли спускаться к основанию башни а далее поскользнуть по 15 метровому это я уже перевел футы в метры желобу в эту комнату желоб заканчивался в резиновой комнате комнате выложенной резиновыми амортизаторами чтобы смягчить удар чтобы проверить эту систему я и мои сотрудники пишет вент согласились провести опыт и пробыть в этой комнате 24 часа после хорошего завтрака а мы с вами помним что американские астроноты и перед полетом хорошо завтракают мясцом гамбургерами так вот после хорошего завтрака пишет вент мы отправились в эту комнату массивные двери закрылись и мы помощник объявил для усложнения тренировки что у него сломана нога мы связались по радио с главным медицинским офисом центра кеннеди доктора стали обсуждать как справиться с этим никто снаружи попасть к нам не мог пишет вент и оказалось что в аптечке не болеутоляющих не перекись водорода нет и только для пострадавшего оказалось несколько рулонов марли не оказалось и шины чтобы обездвижить перелом за такое головотяпство пишет вент кто-то должен был получить нагоняй трудно предположить ситуацию что сидящие уже в корабле астроноты ну или наши космонавты вдруг нуждается в срочной эвакуации когда выясняется что ракета может взорваться как такое может быть взрыва пожара не может предвидеть никто не зря же установлена мини ракета спасающая экипаж вместе с кораблем прямо со старта то есть никуда вот эвакуироваться открыть крышку нельзя а если у вас уже пошла там закачка давления и прочее прочее для чего же тогда создавалась комната на всех всех трех программах меркурий джемини и аполлоны о которой рассказал и написал вент это именно та комната в которую тот же фюрер стартовой площадки провожал астронавтов из готовой к старту ракеты времени для этого было предостаточно потому что от посадки в корабль до старта проходит не один час не спасательная это была комната а отсидочная место где целые и невредимые астроноты спокойно и заблаговременно покинувшие капсулу очередного пилотируемого корабля ожидали старта ракеты ждали когда их перевезут на заслуженный отдых на антракт так сказать до следующего сюжета возвращения счастливого точного с орбиты вот смотрите они тогда приводнялись настолько точно что даже сегодняшние союзы не могут этого повторить но сегодня они не могут повторить полет до мкс на своем новом корабле вот эта схема точности приземления и я уже предполагал почему бы американцам не оснастить союз такой точной системой приземления ведь на союзе они возят и своих людей им бы не помешала такая точность однако нет 50 лет назад было а сегодня нету и миф о комнате безопасности это только для рядовых строителей участников инженеров на самом деле эта комната отсидочная и такая якобы мелочь как аптечка в которой ничего не нашлось для первой помощи для тренировочной помощи это еще одно красноречивое подтверждение тому что никто не готовился в этой комнате кого-либо спасать и опять же в джемине была предусмотрена система катапульты астронавтов а в аполлоне уже была система сас аварийного спасения такая же как на союзах то есть вот этот быстрый спуск в гондоле далее по желобу в резиновую комнату это все не имело никакой явной необходимости пока есть космический центр кеннеди еще есть шанс побывать в этом бункере фюрера и может быть даже сфотографировать ну а сейчас обзор сотни киноляпов фильма про аполлон 13 хьюстон у нас проблема именно в этом фильме вы узнаете происхождение фразы с первой минуты на зрители выплескивают поток информации о том как американцы пытались высадиться на луну в 1967 году проводились наземные испытания корабля аполлон 1 в нем использовался командный модуль под названием блок 1 у которого все кнопки были белыми лишь последующих кораблях стали устанавливать блок 2 его то и показывают сейчас произошел пожар и все члены экипажа погибли одной из причин почему они не смогли выбраться наружу послужило то что люк открывался вовнутрь и из-за повышения давления его невозможно было сдвинуть с места фильме же люк кладут сверху что является абсолютной неправдой трагедия случилась в январе 67 высадка на луну произошла в июле 1969 разница между событиями составляет 2 года 5 месяцев и 23 дня похоже год с лишним решили отбросить чтобы приукрасить успех главный герой мчится по дороге дабы поскорее добраться домой на рекламном щите изображены два чизбургера кола и картошка за 2.99 если посмотреть меню макдоналдс от 1969 то там все стоит несколько центов и перечисленные блюда должны отдавать гораздо дешевле эта реклама явно из будущего там обрена входишь в лунный модуль очень важны твоя скорость и твое положение в доме играет песня вейтинг группы сантана она выйдет составе альбома который поступит в продажу лишь 30 августа 69 сейчас фильме 20 июля герой тома хэнкса со своим другом открывает лишь одну входную дверь и когда она захлопывается от удара они обе начинают открываться вероятно это не настоящие двери без защелок установленные на съемочной площадке раз уж название фильма аполлон 13 то и речь пойдет о реально существующем корабле в экипаже было три человека джеймс ловелл джек свайгард и фред хейс в реальности ловелл и хейс не были на вечеринке они находились в юстонском центре управления и следили за тем каких коллега нил армстронг высаживается на луну есть даже фотография где армстронг и ловелл запечатлены вместе ясное дело каждому из экипажа аполлона 13 тоже не терпится посетить луну если расположить руку также как джек то луна будет в два раза меньше диаметра ногтя и он лишь делает вид что перед ним что то есть для того чтобы увидеть вот такую картину тень от пальца должна падать на глаз а в данном случае ее нет нигде на лице в космосе он вновь проделает то же самое но на крупном плане его рука будет отличаться от той что нам показывали ранее складки на большом пальце не те да и ноготь другой возможно в обоих случаях это рука не тома хэнкса где моя гора где тень пересекает белую зону там находится море спокойствия действительно он говорит правду но тогда луна была видна на 29 процентов даже в этой сцене создателем фильма было лень подобрать подходящую картинку перед нами здание вертикальной сборки ракету здесь собирают довольно просто ставят нижнюю часть на платформу остальные сверху друг на друга и это очередная неправда сети есть кадры как собирали сатурн 5 для миссии apollon 13 если вкратце то в местах соединений есть поддерживающие конструкции и процесс кардинально отличается от представленного в фильме уэлла шепарда воспалилась ухо и нашу команду ввели в первый экипаж apollon 13 64 у алана шепарда обнаружили болезнь миньера это болезнь ухо нарушающая работу вестибулярного аппарата его вылечили хирургическим путем и 69 шепард стал полностью здоров он не полетел на полоне 13 в семидесятом потому что наса посчитала что ему нужно больше тренировок на симуляторе упомянутое воспаление это чистая выдумка вскоре жене лоуэлла снится кошмар как ее муж погибает в космосе в этой сцене к шлангу привязана тонкая леска за которую дергают чтобы сымитировать нулевую гравитацию очередная надпись на экране сообщает что осталось три недели до запуска через 21 день будет 13 апреля это дата когда в служебном модуле произошла авария а запуск произойдет 11 апреля мы с врядом заплывем вот в эту штуку похожую на паука это лунный модуль он нужен для высадки на луну в этом диалоге нет ничего интересного а вот на модель самолета на заднем плане стоит обратить внимание если пробить этот регистрационный номер через открытые источники то становится ясно что это сесна 182 пи и он будет построен лишь через шесть лет с ней такое уже было зрителю то и дело намекают что полет на луну не пройдет гладко в реальности джеймс действительно владел кадиллаком простите обознался это шевроле corvette c3 вот только он был серебристым а не красным на следующий день мэрилин видит самолет который оставляет конденсационный след он возникает когда летательный аппарат летит на большой высоте в данном случае высота очень маленькая значит число 13 вас не беспокоит а полон 13 стартует в 13 часов 13 минут не знаю зачем астронавтов мучают вспышкой их якобы фотографируют с помощью камеры модели has a blood 500 в инструкции к ней написано что вот эта дуга обозначает расход пленки если она горит красным значит пленка закончилась и фото не будет сделано фотографу похоже все равно и он продолжает делать вид что усердно работает вообще эта фотосессия похоже на какой-то абсурд до 1959 года в сша долгое время использовали флаг на котором было 48 звезд они изображались параллельно белым и красным полосам через некоторое время звезд стало 50 и их изобразили иначе так почему в nasa используют устаревший флаг 11-летней давности да потому что на съемочную площадку притащили первый попавшийся и никто не стал заморачиваться осталось всего два дня до запуска и ракету там спортируют на стартовую площадку в реальности это было сделано гораздо раньше а именно за 115 дней до начала с этого ракурса на краю платформы ничего нет однако на виде сверху там огромная красная конструкция да и вообще это абсолютно разные платформы чуть не забыл добавить что жизнь и транспортировка осуществляется поддерживающей конструкции вперед в фильме же корабль расположили спереди к мать тингли будет серьезно болен именно в тот момент когда вы с хейзом будете возвращаться с лунной поверхности на кара джим пойми это серьезная болезнь я знаю но вот фотография настоящего кена мать тингли и он почти лысый при подборе актера на эту роль внешние сходства отбросили куда-то в сторону также поступили с раскраской ракеты у реального сатурн 5 черные полосы на первой ступени были гораздо короче кроме того верхняя часть была разукрашена по-другому дело в том что в первых оболонах людям было очень жарко работать внутри из-за обилия черного цвета начиная с оболона 4 схему окраски значительно изменили тем временем суагерту звонят из нас чтобы порадовать новостью обучастие в полете в его телефонную трубку вставлен штекер 4p 4c стандарта rg9 этот стандарт разработала и запатентовала компания bell labs 1976 году сейчас фильме 1970 наконец настал день старта в лаборатории на стекле нанесен так называемый червячный логотип наса его разработают 74 а станут использовать лишь 75 ну почему создатели фильма все смешали в кучу в это время мэрилин находится в отеле сафари in он расположен в лос-анджелесе а космический центр имени кеннеди находится во флориде до какого черта жена главного героя сейчас на другом конце страны ей плевать на расстояние и она буквально через час оказывается на трибунах какая же здесь тишина на самом деле корабль и другое оборудование издают очень громкий шум из-за которого зрителям пришлось бы кричать во все горло чтобы услышать друг друга отстраненный от полета мать тингли тоже приехал посмотреть за происходящим космический центр располагается на острове и никто бы не позволил ему проехать на своей машине закрытую зону реальный мать тингли в те минуты был в хьюстоне в центре управления полетами между тем астронавты поднимаются на компьютерном лифте потому что отражение в их шлемах остается неподвижным до того как двигатели запустятся астронавтов уже почему-то начинает трясти реальный старт аполлона 13 был запечатлен на видео сперва должен запускаться центральный двигатель а через определенный интервал две пары остальных фильме же из них разом начинают валить клубы белого дыма словно из раступа огнетушителя в реальности это выглядит совершенно иначе вот на этом моменте происходит вообще что-то странное языки пламени всасываются обратно в ракету и она еще не успела оторваться от земли а часы указывающие на продолжительность миссии уже начали отсчет наверное внимание женщин привлекло что-то другое и они уставились высоко в небо сатурн 5 только-только взлетела и их взгляд должен быть направлен вперед слово отошла означает что опора в прямом смысле наклонилась в сторону в данном случае она как стояла так и стоит о чем они вообще там говорят и когда ракета начинает взлетать от опоры должны исходить лишь пять мостиков которые никуда не убираются фильме аж 9 мостиков начинают отходить в сторону когда оператор дает команду пуск ну и последний гость в крышку гроба под названием старт аполлона 13 фильме изобразили очень маленький огненный шлейф от ракеты он должен быть два раза длиннее и гораздо шире чем сам корабль лишь первая ступень ракеты была заправлена керосином и от нее исходил поток желтого цвета вторая и третья ступени были заправлены водородом который горит бледно-голубым пламенем в этом фильме все решили заправить керосином в реальном командном модуле индикаторы работы двигателей никак не подсвечиваются а во время неисправности лампочка начинает постоянно гореть желтым периодически ловил смотрит на ручку прерывания дело в том что экипаж уже отделил спасательную башню и даже если бы командир повернул ручку это бы ни на что не повлияло способы аварийного прекращения работы аполлона есть в открытом доступе и похоже создатели фильма не читали про это в общем отказ одного двигателя не опасен и вскоре астронавты снимают части своего костюма слайгер освободил кисти рук но в следующую секунду начинает раздеваться по второму кругу на заднем плане виден шлейф дыма от улетевшие ракеты очевидно что его создали искусственно настоящий дым был бы гораздо больше и не находился так низко над землей тем временем главным героем необходимо выполнить стыковку с лунным модулем до того как они это сделают туннель ведущий в никуда уже открыт позже во время аварии с у айгерт попытается закрыть его так что сейчас весь экипаж должно выбросить в открытый космос а если и нет то неясно как они смогли выполнить стыковку клавиатура в модуле работает а вот сам компьютер выключен и на нем не отображаются данные семья ловала собирается в центр управления чтобы посмотреть трансляцию с корабля это произошло 13 апреля 70 года дочь начинает капризничать и в это время берет в руки альбом beatles let it be который выпустят лишь 9 мая того же года видеокамера которую используют космонавты лишь отдаленно напоминает ту что была в реальности особенно в глаза бросается выдуманная большая красная лампочка в проигрывателе хейза вставлена кассета с коричневой пленкой но через несколько секунд она превращается в черную также перед тем как включить музыку в центре управления на столах нет никакой еды но меньше чем через полминуты один из работников почти доел свой гамбургер быстро же они организовали перекус подключайте ваши кислородные баки хьюстон у нас проблема на самом деле фраза звучала так хьюстон у нас была проблема фильме ее изменили чтобы зритель знал что экипаж все еще в опасности перед тем как баки будут подключены оператор в командном центре уже замечать что-то неладное хотя взрыва еще не произошло судя по часам чп зафиксировали через 56 часов 55 минут после старта в действительности же это случилось на час раньше наверное эти часы неисправны ведь чуть позже они показывают какое-то другое время во все этой суматохе появляется еще один астронавт который рукой поддерживает шланг а позже когда свагерд пытается задраить люк в туннеле откуда ни возьмись появляется видеокамера у нас какая-то утечка наружу ошарашенные такой новостью операторы начинают суетиться в течение минуты мужчина в черном пиджаке трижды спускается из верхнего ряда к нижним вот он первый раз начал движение затем 2 и напоследок 3 в итоге было принято решение не высаживаться на луну облететь ее и возвращаться на землю ловил начинает передавать показания компьютера обхватив документы рукой с левой стороны но при смене ракурса он держит их снизу как это опасности никакой нет они же теряют кислород семья главного героя похоже тоже обзавелась телефоном из будущего с разъемом под штекер стандарта rg я хочу чтобы вы забыли старый план полета нам надо срочно разработать новый план в том месте где джин кранц начинает рисовать землю уже заметен плохо стертый круг от предыдущих дублей в итоге он небреждо замкнул края но как только камера переключается на сотрудников а затем обратно на доску рисунок на ней вдруг неожиданно перерисовывается через несколько минут фильма дискуссия продолжится и схема вновь станет другой с чего бы эта связь должна прерваться корабль не вошел в темную сторону луны значит все должно быть в порядке море спокойствие здесь ребята высадились нил армстронг и бас олдрин действительно посадили лунный модуль в юго-западном районе моря спокойствия но фильме показано не она а место под названием болото гниения именно здесь высадится экипаж аполлона 15 лото фрамаура кратер циолковского плато находится очень далеко от кратера циолковского и астронавты просто не могут видеть их рядом главный герой фантазирует как он мог бы пройтись по спутнику земли да это всего лишь его воображение но тем не менее лунный модуль никогда бы не посадили в небольшое углубление рядом со скалами для этого выбирает ровную поверхность чтобы исключить вероятность аварии если бы лоул сейчас и вправду был здесь то его ждала бы неминуемая гибель когда он спрыгивает с лестницы под его штанами видна голая лодыжка следовательно это не скафандр высоко подпрыгивать герою помогают тросики один из них отчетливо виднеется на фоне белой обшивки а мелочиться с видом земли не стали вот каких размеров она должна быть и вновь вернемся к злополучному рисунку на доске сейчас цифра 45 написано вот так затем кранс выходит вперед и возвращается обратно за это время кто-то опять успел поиграться смелым черт что ты тут делаешь срочно на тренажер надо посадить корабль что когда один из парней открывает дверь спальню внутри уже горит свет но при переключении камеры внутри темно сколько у нас энергии если варить кофе то на 9 часов жаль он не сказал что это кофеварка модели мистер кофе ту который выпустят лишь через два года в общем астронавты экономят на всем на чем только можно добавляется еще одна проблема фильтры не справляются с оксидом углерода на земле придумывают как взять из командного модуля квадратный фильтр и использовать его в лунном модуле где применяются круглые на стол вытряхивают все чем располагает экипаж при этом квадратный фильтр оказывается на середине стола а при смене ракурса он мгновенно перемещается ближе к раю в этом детище голливуда нет инопланетных чудовищ и никто не будет выращивать картошку внеземных условиях возможно вы уснете от скуки во время просмотра фильма а может и нет эта картина о реальных событиях ну или не совсем реальных многие утверждают что не было никаких путешествий на луну а происходящее с аполлоном 13 чистая выдумка каждая страна пытается превознести и похвалить себя тем или иным способом и американцы сделали это через фильм скажи им чтобы они сию минуту убирались с моей лужайки семья ловала живет в правительственном доме если журналисты уже здесь значит наса позволила им пройти сюда мнение мэрилин никак не повлияет на происходящее интересно что она пьет из такой же кружки как и некоторые работники в центре управления похоже ее муж стащил одну кружечку домой в качестве сувенира тем временем температура внутри модуля опускается на земле выдыхаемый воздух поднимается вверх а в невесомости он должен просто двигаться вперед самое время модернизировать дополнительный фильтр сотрудники наса соорудили его используя шланг с красным наконечником астронавты же накосячили и присоединили синий шланг им повезло и уровень co2 стал понижаться кто бы мог подумать что изоленты даже в космосе окажется очень полезной в этой сцене камера отдаляется и тоннель ведущий в командный модуль почему-то переместился в сторону он должен быть расположен вот так в данном случае это прямой путь за борт налоговое управление сша автоматически разрешает гражданину подавать налоговую декларацию позже установленного срока если он находится за границей никакого специального разрешения а тем более от президента не требуется ладно в таком случае перестроить цепочку чтобы энергия оставалась цепочка отличная но все равно перерасход 34 ампера мать ингли ломает голову как решить проблему с нехваткой энергии в аполлоне 13 он пробует несколько вариантов и в итоге находит решение ему помогают операторы которые следят за показаниями амперметра красная наклейка указывает на то что прибор не калиброван и он не должен использоваться для калиброванных измерений так что скорее всего они допустили катастрофическую ошибку которая должна унести жизни астронавтов ведь мать ингли еле-еле уложился в лимит родственники надеются на лучшее с нетерпением ждут финала одна из женщин случайно роняет миску салатом на пол а то что вывалилась и помогает собрать и положить обратно в емкость это новый салат под названием со вкусом грязных обувных подошв угол все же малова как будто у них недогруз необходимо точно распределить груз вы ведь должны были захватить 100 килограммов лунной породы их утверждение неверно еще в 16 веке галилей проводил эксперименты с падением предметов и установил что время падения не зависит от их массы на самом деле траектория изменилась из-за системы охлаждения лунного модуля вода испарялась и создавала тягу балласт был перенесен чтобы сместить центр тяжести для аэродинамического подъема кадры где актеры парят в невесомости были сняты на борту самолета который периодически выравнивал курс в этой сцене рулон изоленты летел прямо а затем резко сменил скорости направления по-видимому как раз в этот момент самолет стал выравниваться сын ловала находится в академии тоже наблюдает за новостями все ученики сидят за партами а в телевизоре отражается мужик белой футболки скорее всего это оператор с камерой формовое предупреждение на границе поисковой зоны это всего лишь предупреждение в семидесятом году не существовало цветных снимков со спутника тем более сделанных в реальном времени еще не один возвращавшийся на землю корабль не был в зоне радиоомолчания более трех минут достоверно известно что в программах аполлон связь в среднем пропадала на 4 минуты в это время экипаж готовится к приземлению с ними летит еще один пассажир край лица которого заметен в нижней части экрана широкоформатных версиях фильма его голова видна еще лучше мы ведем прямой репортаж с авианосца ивадзима это не ивадзима во время съемок фильма он был уже списан поэтому пришлось задействовать корабль того же класса под названием новый орлеан на нем установлены зенитные артиллерийские комплексы фэйлингс которые поступят на вооружение лишь 1980 выдержит ли посадочный модуль огромные температуры при входе в атмосферу не существовало способа узнать наверняка пострадал ли тепловой экран в нас а просто надеялись на лучшее откуда голос за кадром взял информацию о повреждении не ясно тем более что в итоге экран оказался невредимым одиссея это хьюстон вы слышите в реальности связь бортом установил не мать тингли от джозеф кервин кран срадуется успешному финалу и садиться в кресло однако следующую секунду вдруг стоит на ногах и садится еще раз и кстати в доме главного героя находится священник у которого на пальце надето обручальное кольцо католическим священникам запрещено жениться фред хейс собирался на луну на аполлоне 18 но полет отменили из-за сокращения бюджета хейс был назначен пилотом командного модуля аполлона 19 они 18 интересно что киношный лоуэлл приветствует настоящего джеймса лоуэлла который согласился принять участие в фильме в 1970-ом матросы военно-морских сил сша носили белые шляпы только через два года после миссии аполлон 13 начнут выдавать фуражки